Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников Вереншоль Эрик Теодор, вторвежский художник и график. Родился в коммуне Эдскук 11 февраля 1855 года, а через некоторое время переехала семья Консфингер, где он и вырос, был четвертым сыном командующего крепостью Консфингер. Обучение живописи начал в 1872 году в Консфингере. По совету художника Адольфа Тедеманда поступил в художественный колледж. В течение 1873 года был учеником норвежского скульптора Юлиуса Медельтуна в художественной школе христианин. Я пользуюсь переводной википедии. Осенью 1875 года некоторое время учился у художника Акселя Эндера. Затем переехал в Мюнхен, продолжая там свое образование на протяжении четырех лет. Там познакомился Шарлен Франсуа Дубинии. Весной 1880 года Уереншоль парализовала правую руку. После лечения и восстановления Швейцарии, Верхней Баварии, в Тироле, он полностью восстановил свое здоровье. Вдохновленный французской живописью и движением натурализма, отправился в 1881 году в Париж. В 1883 году вернулся в Норвегию. Вереншоль – автор жанровых картин с изображениями крестьянства, портретов, пейзажей, иллюстраций и сборника «Норвежские народные сказки». Сын Вернер – географ и геолог. Второй сын – Дагфин, скульптор и художник. Скончался он в Осло 23 ноября 1938 года в возрасте 83 лет. Вот такие небольшие данные из переводной википедии о норвежском художнике и графике Эрик Теодор Вереншоль. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу. Продолжение следует... Продолжение следует...